У нас три машины, четыре механика. Есть непосредственно закрепленный один механик за одним автомобилем. Но при этом мы помним, что мы одна команда. Что-то случилось, что-то сломалось, мы все накидываемся в одну проблему. И основной такой момент, это будет, конечно же, завтра, когда здесь будет 2-3 тысячи человек, и вот этот перерыв между топ-16 и топ-32, когда люди придут в тех парк. В этот момент, конечно же, мы должны быть все нарядные, и все повернутые лицом к зрителям. Ну все, это до удачной гонки. Подготовили Backforce к стихкому, расклеили обязательную рекламу. Кроме нее, на ней нет больше ни одной наклейки, ни какого ракал, ни какого винила, ни какого дизайна. Это не означает, что так и будет, потому что дизайн для нее уже подготовлен. Она останется такой же преимущественно черной. И будет отличаться от всех других машин нашей команды. Тачка сейчас отправляется на техком, ну а я на метком. Субтитры сделал DimaTorzok С Alex MD как-то я чересчур эффективно разогнался, и в момент постановки оказался прям с ним очень рядом. Он ставится, и я вижу перед собой его дверь. И понимаю, сейчас дам клоча, прыгну, будет прыжок, и я посмотрю заранее. В этот момент, когда нужно было принять решение, там дернуть ручника, немножко засейвиться, я просто надавил на тормоз, в результате зацепил гордрель передним левым колесом, сломал рейку. Ну и что, ребята сейчас меняют. Сейчас, и едем дальше. Квалификацию занял первое место, получил 100 с лишним баллов, 100 и 1. Это когда заезд реально очень крутой, потому что больше, вообще сотку заработать сложно, а если свыше сотки, я за два года припоминаю только у Дамира, вот в Сочи на прошлом этапе было тоже больше сотки. Это большая редкость, это надо реально хороший заезд показать. У меня получилось, я очень рад. На самом деле, заезды получились стабильные. В первом заезде я уже показал максимальный результат, который Евгений Ружейников тут же перебил, потом я показал второй результат, который тут же перебил Дамир, он был также лучше, чем мой первый, и третий я улучшился вообще за сотку, но уже никто не смог перебить. Поэтому борьба была очень напряженная, и это добавляло определенной интриги, что помогало, в принципе, улучшаться и двигаться дальше. Потому что, ну, когда ты на расслабоне, это не получается. А когда ты в азарте, когда ты понимаешь, что как минимум двое-трое тебя сзади толкают, либо обгоняют, то, ну, это мотивация. И очень классно, что организаторы поделили группы участников на более слабых и на более сильных. Вот именно поэтому и образовалась такая вот интрига и борьба плотная. Я старался, вроде справился с автомобилем, мы разобрались, поднастроили его чуть-чуть, и получается как-то ехать, в принципе, неплохо. Где-то не дотянул, видимо, клип не попал. Вот эти вот 4 балла мне сняли. Я довольный, в принципе, проехал. Все хорошо, думаю, где-то в десятку попал. Для меня это хороший результат на новой машине, и, в принципе, неплохо. Все складывалось просто огонь. Да-да, ну я тут это мне. Смотри, у нас есть один прикол. Я сниму, если ты поедешь. А там будет так? А что нет? Потому что ты у нас 33, я снимаюсь, ты автоматически едешь. Если я выйду завтра, да, я сейчас снимаюсь. А ты снимаешься? Да, снимаюсь. Ну что, я вау, я не ожидал таких же жертв от Сергея Леонидовича. Конечно, очень признателен, что он снимается и пропускает меня в квалификацию. Ну, это шутка, на самом деле. У Сергея Леонидовича технические проблемы, и он не может продолжать гонку. Сейчас пойдем к гонизаторам, поговорим. В принципе, если он не заявляется на завтра, если у него технический сход, то он выбывает, и я с 33-го автоматически с 32-ым. И, в принципе, великая вероятность, что я поеду завтра гонку. Ну, а вообще, это первый мой этап, когда я не прошел квалификацию. Это парадокс, но при этом я считаю, что это лучший мой этап. Потому что у меня абсолютно другие ощущения. У меня прошла нервозность, я не нервничаю в предстарте, я не нервничаю в руле, я понимаю, что делаю, отсекаю. Я поехал первую квалификационную попытку на трещьем двигателе. У меня затроил двигатель прямо на старте. Я погазовал, я понял, и у меня задача была доехать до техпарка. Но при этом собрать какие-то очки, чтобы был какой-то результат. Соответственно, я ехал, машина просела, троит, мощности нет. Но я отработал, я вот в каждой, в каждой зоне я с ней работал и старался доехать. Ну, какие-то 85 баллов собрал. Разобрались, коротела катушка зажигания, ребята быстро все починили. Но в итоге, перед тем, как выезжать, вторую квалификационную попытку я пропустил, не успели. На третью я вполне был готов. Машина заработала, все ровно, вопросов нет. Но у нас легла помпа. Я уже говорил о том, что всю эту гонку были проблемы с температурой. Ну, в итоге помпа потихоньку умирала. Стоит электрическая помпа. Помпа потихоньку умирала, и она умерла во время квалификации. Так бывает, это нормально. Короткое замыкание в помпе. Но, если я прохожу, мы уже поговорили с Катей Седык, у них есть обычная помпа. В принципе, ребята за ночь все поменяют. И ежели я буду 32-м, то завтра гонку я поеду. Ну что, бананов не будет? Не получилось. Но правила есть правила. Если правила таковы, то их нужно выполнять. Это нормально, это честно, это справедливо. Да, Сергей Кабаргин набрал определенное количество очков. Он квалифицировался, поэтому он не может сам аннулировать свои баллы. Но в целом все неплохо, на самом деле. Я доволен собой прежде всего. Доволен парнями. Чепа у нас первый в квалификации, Женя где-то в десятке. Сейчас мы посмотрим уже непосредственно обе результаты. Завтра будем болеть, и ребята разоглубь покажут настоящий гриф.